ОГЭ по математике для 9 класса. Задание номер 10. В треугольнике АВС известно, что АС равно 24, ВС равно корень из 265, угол С равен 90 градусов. Найдите радиус описанной окружности около этого треугольника. Строим прямоугольный треугольник. Угол С равен 90 градусов по условию. И вспоминаем, что центр описанной около прямоугольного треугольника окружности находится в центре гипотенузы. То есть он делит гипотенузу пополам. Проведем из точки С медиану. То есть это и будет радиус. Берем центр, точка О. Она делит гипотенузу пополам и точка О является центром описанной окружности. А это значит АО равно ОБ и равно медиане ОС. И равно радиусу. То есть СО это радиус, АО это радиус, ОБ это радиус. Вот если бы мы сейчас описали окружность около этого треугольника, у нас бы получилась вот какая-то вот такого типа окружность. Вот что-то типа такого. Вот такой окружность. Далее. Теперь нам осталось только найти. То есть чтобы найти радиус описанной окружности, можно найти гипотенузу и поделить ее пополам. То есть то, что нам нужно, радиус описанной окружности равен половине гипотенузы. То есть АОБ разделить на 2. И как раз вот это нам и нужно найти. Найдем по тереме Пифагора АОБ. То есть по тереме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. А это значит АОБ квадрат равно АС квадрат плюс ВС квадрат. Подставляем. АОБ квадрат пока перепишем. АОБ квадрат равно АС квадрат. Вместо АС подставляем 24. 24 в квадрате. Плюс ВС в квадрате. Это корень квадратный из 265. Довозводим в квадрат. Получается просто 265. Уже без корня. Что мы сделали? Мы корень из 265 возвели в квадрат. Получилось 265 под коренное выражение. Далее. Теперь нужно просто посчитать. 24 в квадрате. На экзамене ОГ будет дана таблица квадратов чисел. И по таблице квадратов можно будет определить, что 24 в квадрате это 576. Ну или если вдруг таблицу не выдадут, хотя обязаны выдать. Если не выдадут, тогда просто-напросто надо будет умножить в столбик. То есть надо будет умножить 24 на 24 в столбик. 4х4 16. 1 запоминаем. 4х2 8. 8 до 1 запоминали 9. 2х4 8. 2х2 4. Складываем. Получается 6. 8 плюс 9 17. 7 пишем. 1 запоминаем. 4 до 1 5. То есть получается действительно 576. А это значит, что АВ в квадрате будет равно 576 плюс 265. Складываем. Получаем. В итоге, кстати, тоже можно в столбик сложить. То есть получается надо 576 прибавить 265. Складываем. 5 плюс 6 11. 1 запоминаем. 7 плюс 6 13. Да, 1 запоминали. 14. 1 запоминаем. 5 плюс 2 7. И 1 запоминали. Получается 8. То есть получается 841. А это значит, что АВ будет равно корню квадратному. Вообще-то говоря, плюс-минус корень из правой части. Но так как АВ это длина гипотенузы, а длина гипотенузы это всегда число положительное. Поэтому мы берем этот корень со знаком плюс. То есть у нас тогда получается АВ равно квадратному корню из 841. Тоже по таблице квадратов можно найти это число. То есть найти в таблице число 841 и увидеть, что корень из 841 это будет 29. То есть в ответе будет число 29. Если не будет таблицы квадратов, можно просто подобрать. Каким образом? То есть вот рядом стоящее число, вот примерно 900, из которого корень легко извлекается, это 30. Потому что 30 квадрат это 900. А значит здесь будет число меньше. И по последней цифре можно определить. Вот если 29, 9 и 9, 81 как раз на единичку заканчивается. То есть можно уже подобрать. То есть если не 30, то 29 и так далее. То есть вот таким образом можно подбирать. То есть в итоге у нас получается АВ равно 29. Но нам нужно записать радиус. А радиус равен АВ пополам. То есть теперь осталось только поделить АВ пополам. Итак, окончательно записываем. То есть радиус. Равен АВ разделить на 2. А это значит 29 мы должны поделить на 2. 20 делим на 2 будет 10. И 9 на 2 4,5. 10 до 4,5 это 14,5. 14,5. А это значит, что в ответ нам нужно записать именно это число. Пишем ответ. Ответ 14,5. Задача решена.